Уважаемые коллеги, сегодня у нас доклад профессора Роланда Хильдебранда из лаборатории Жанна Кунсмана, ЦНРС и сотрудника школы прикладной математики и информатики МФТИ. Роланда активно и уже несколько лет сотрудничает с российскими коллегами, с нами в том числе, с МФТИ. В частности, в апреле 2022 года Роланда получил премию ВТБ за такой выдающийся существенный вклад в развитие отечественных солдеров. Так, коллеги, прошу прощения, тут меня слышно, видно? Видно, да. Ну, не видно, но слышно. Все отлично, это просто информация, что какие-то проблемы со входом. Да, ну, значит, сегодня будет доклад Роланда Хильдебранда как раз по тематике, насколько я понимаю, пересекающейся, в том числе, вот, с тем, что Роланд с коллегами из России делали, вот, в последний год. Вот, в частности, делая такие солверы, аналоги западных солверов, но со своими идеями. Ну, и в том числе, какие-то перспективы, которые открываются, вот, какие-то новые идеи будут озвучены, которые там со временем планируется внедрить. Роланд, пожалуйста, начинайте. Спасибо, Александр Владимирович, за введение, и спасибо организаторам за то, что пригласили. В общем, я сегодня представлю метод, ну, можно сказать, нового типа, который пока что существует так, теоретически, но вот в этом году планируется его имплементировать. В общем, метод гибридный. Почему гибридный? Потому что он сочетает в себя свойства и симплекс-метода, и методов внутренней точки для решения линейных программ и более общо конических программ с линейными ограничениями. Так, это построение доклада. Я сначала расскажу немножко про методы решения линейных программ, чтобы понять, какие плюсы и минусы у симплекса и у внутренней точки. Далее, так как будет обобщение на конические программы, я и про них расскажу. Более подробно про метод внутренней точки, так как гибридный метод на нем, собственно, строится. Далее, центральное понятие этого гибридного метода – это некоторая вспомогательная задача, тоже коническая, над самым простым конусом, конусом Лоренса. И в конце, собственно, идея самого метода. Так, начнем с линейных программ. Я думаю, что это все известно. Линейная программа стандартного вида. Минимизируем линейный функционал на пересечении артанта с афинным подпространством. Мы предполагаем, что линейные ограничения независимы, и линейный функционал непостоянен на афинном подпространстве, которое сдается этими линейными ограничениями. К такой линейной программе, которая сдается тройкой ABC, матрицей и двумя векторами, можно определить двойственную линейную программу. Это задача максимизации тоже линейного функционала на некотором афинном подпространстве. Но тут уже переменная, она живет как бы в двойственном пространстве, соответственно, в неотрицательном артанте. И есть еще некоторая вспомогательная переменная Y, но это техническая деталь. Для удобства и для симметрии определим афинное подпространство, которое выделяется линейными ограничениями типа равенства в прямом и двойственном пространстве, соответственно, AP и AD. Что про них можно сказать? Если у нас размерность пространства N, а число линейных уравнений в прямой задаче M, то у нас AP будет размерности N-M, AD будет размерности M. И линейные подпространства, которые образуются векторами, которые параллельны этим афинным подпространствам, они комплементарные. Далее у нас допустимое множество в прямой задаче это пресечение артанта с AP, а в двойственной задаче пресечение артанта с AD. И при этом я упомяну, что Y это такая вспомогательная переменная. И если это будет удобно, я ее буду опускать. То есть я буду говорить только о переменной S, но имея в виду, что S удовлетворяет уравнению S плюс A до Y равно C. И таким образом Y из линейной независимости строк А однозначно определяется через S. И с другой стороны, если определить Y, то S также явно определяется через Y. То есть они в каком-то смысле взаимозаменяемы. Так, если мы решаем пару таких задач линейных, прямой и двойственной, то как у нас выглядит оптимальная точка? Во-первых, и прямая, и двойственная переменная, они должны быть допустимыми. И отсюда мы получаем условия неравенства S и X неотрицательные. И линейные ограничения должны быть выполнены. То есть X из AP, S из AD. Это понятно. И пятое условие – это условия комплементарности или, как оно еще называется, дополняющей нежесткости, что прямое и двойственное решение должны быть ортогональными. И если рассмотреть оптимальную точку, в ней X и S неотрицательные, поэтому условие, что X и S ортогональные, оно записывается в виде n квадратичных уравнений. X и S и равны нулю для любого и. И это квадратичное уравнение, оно тоже распадается на два линейных. Таким образом, для каждого индекса и мы имеем либо X и равно нулю, либо S и равно нулю. И, в общем, на этой идее основываются методы активных ограничений. Таким образом, у нас пять условий оптимальности и разные методы, они используют их по-разному, чтобы достичь решения. Что общего имеют все эти методы? Они берут часть этих ограничений и генерируют итерации, которые удовлетворяют вот этой части ограничений. И пытаются достичь остальных ограничений в ходе работы алгоритма. И тут у нас можно выделить два типа методов. Один тип – это методы активных ограничений. Они всегда удовлетворяют, то есть их итерации всегда удовлетворяют линейным равенством и условию комплементарности. Как бы антипод – это методы внутренней точки. Они всегда удовлетворяют неравенством строго. И остальные условия тоже либо удовлетворяют, либо нет. Но, во всяком случае, условия, дополняющие нежесткости, оно никогда не выполнено, поскольку, собственно, переменные положительные. Если более подробно, то можно выделить четыре подкласса методов. Первые два подкласса – это методы активных ограничений – прямой симплекс и двойственный симплекс, которые, соответственно, всегда либо прямая переменная, неотрицательная, либо двойственная переменная, неотрицательная. И, соответственно, они пытаются комплементарную переменную тоже сделать неотрицательной. И два метода внутренней точки. На самом деле это тоже достаточно большие подклассы. То есть в каждом из них можно по-разному эти итерации строить. Но что общего у допустимых методов внутренней точки – это что все итерации допустимы, и мы приближаемся к условию, дополняющей нежесткости. А для недопустимого метода внутренней точки мы также приближаемся к афинным подпространствам АП и АД. Так, методы активных ограничений, они, по сути, комбинаторные. Почему это так? Допустим, мы хотим, забудем про двойственную переменную, рассмотрим только прямую переменную x. У нас x, оно всегда находится в прямом афинном подпространстве. Оно имеет размерность n-m, поэтому нужно n-m дополнительных условий независимых, чтобы определить эту точку x. Ну и, соответственно, для того, чтобы определить двойственную точку s, нужно m условий. Поэтому понятно, сколько x равно 0 и сколько элементов s равно 0. Именно x должно быть равно 0, n-m, а s и должно быть равно 0, m. И если мы определимся, какие x и какие s и равны 0, то мы можем определить x и s однозначно. Поэтому набор точек, по которым может ходить алгоритм, он конечный. То есть алгоритм, он, по сути, комбинаторный. Ну и что еще следует из вот этого факта, это что если мы, в конце концов, установили правильный набор, то есть какие x равно 0, какие s, то мы можем восстановить решение, просто решив одну линейную систему. Таким образом, симплекс-метод или метод активных ограничений более общо и метод внутренней точки имеют разные плюсы и минусы. Симплекс-метод, он делает конечное количество шагов, поскольку он комбинаторный. В конце он получает точное решение, если считать, что мы можем линейной системой решать точно. Но, с другой стороны, так как он имплементирован, симплекс-таблицы, он накапливает ошибки, округления, поэтому на больших задачах может выдать не то, что надо. И в теории он не полиномиальный, но это скорее мелочь. С другой стороны, метод внутренней точки, он не обладает минусами, то есть он не накапливает ошибки, и он полиномиальный. Но, с другой стороны, он никогда не выдаст решение, он к нему может только приближаться асимптетически. И, собственно, для линейных программ мы попытаемся скомбинировать плюсы этих двух методов. Теперь перейдем к коническим программам. Это широкий класс программ, который обобщает линейные программы определенным образом. И тут одно из центральных понятий – это регулярный конус. Это в бесчестном пространстве некоторый выпуклый конус, замкнутый, непустой внутренностью, и не содержащий прямых, то есть остроконечный. Для такого конуса можно определить двойственный. Это множество линейных функционалов, то есть точек из двойственного пространства, которые неотрицательны на конусе. И это множество – это тоже конус. Если к регулярный, то двойственный тоже регулярный, и более того, двойственный от двойственного – это будет снова прямой. И что для нас тут важно – это некоторая такая антимонотонность, если некий конус К1 является внутренней аппроксимацией конуса К2, то К1 со звездой является внешней аппроксимацией конуса К2 со звездой. Еще мы будем работать с условием дополняющей нежесткости или комплементарности. И в артанте мы используем, что артант является прямым произведением, поэтому мы это условие дополняющей нежесткости можем разбить на много маленьких скалярных условий. В общем случае это тоже возможно в той мере, в какой наш конус является прямым произведением. То есть если наши прямые и двойственные точки разбиваются на некоторые подвектора, которые находятся в своих подпространствах, ну фактах пространствах и в своих конусах, то произведение х на с является суммой. И так как каждая слагаемая не отрицательная, то условие х, с равно нулю эквивалентно условию, что вот каждая слагаемая равно нулю. То есть у нас здесь тоже, если конус является произведением из L факторов конусов, то условие дополняющей нежесткости превращается в L маленьких условий. Но которые не обязательно скалярные. То есть до тех размерностей, до каких распадается большой конус, до тех размерностей будут распадаться условия комплементарности. Так, теперь переходим к обобщению линейных программ. Мы по сути меняем принадлежность переменной картанту на принадлежность к конусу. Ну и так как конусов очень много, то конических программ тоже очень много. То есть это очень широкий класс программ, который включает в себя и в том числе НП сложные, если конус не вычислим. Ну, в том смысле, что трудно определить принадлежность к конусу. Но нас будут интересовать другие аспекты, именно когда этот конус К имеет фактор, состоящий из многих линейных, ну, из многих лучей R+. То есть имеет фактор изоморфный артант. Двойственная задача записывается точно так же, только вместо конуса К у нас двойственная переменная будет находиться в конусе К за звездой. Ну и, как я уже говорил, в общем, если конус является артантом, то получаем линейные программы. Какие условия оптимальности в такой паре конических задач? Ну, они, собственно, выглядят точно так же, как в линейной, но условия неотрицательности прямой и двойственной переменной превращаются просто в условия принадлежности к конусу. Ну и, соответственно, условия, дополняющие нежесткости, разваливаются на число условий, которое равно числу факторов в нашем конусе. В том числе, если у нас эти факторы одномерные, то есть, если имеются линейные неравенства нашей конической задачи, то вот эти маленькие условия, дополняющие нежесткость, они тоже будут скалярными. И, соответственно, каждое такое скалярное условие развалится на два линейных. То есть, либо xg будет равном нулю, либо sg. Если размерность фактора строго больше единицы, то мы такое утверждение уже не можем сделать. Они могут быть оба ненулевые, и все равно ортогональные. Для решения конических задач используется метод внутренней точки, который опирается на понятие барьера. Это довольно такое техническое определение, что такое самосогласованный барьер. Тут у нас важно, в принципе, только то, что он строго выпуклый и стремится к бесконечности на границе. И есть еще условие так называемой логарифмической однородности, что барьер, ограниченный на внутренний луч, является, по сути, афинным образом логарифмом. Из этого будут следовать некоторые еще условия, которые мы будем использовать. Если на конусе К определен некоторый барьер, то мы можем также определить барьер на двойственном конусе К со звездой посредством преобразования Лежандра. Но тут некоторая тонкость есть. Если мы преобразование Лежандра, как оно определено стандартно применим, то мы получим функцию на минус в двойственном конусе, поэтому нам надо поменять знак в аргументе этого преобразования Лежандра и получится вот такое определение, где супремум берется от минус sx минус f от x, а не от sx минус f от x. Но это тоже такая деталь. Метод основывается на следующем свойстве. Если мы имеем на некотором конусе барьер, то из-за того, что барьер строго выпуклый, имеет положительно определенный гисян, мы имеем на внутренности этого конуса некоторую метрику. И условие самосогласованности, вот это условие на третью производную, оно влечет за собой полноту этой метрики. То есть любая геодезическая продолжается бесконечно. И более того, есть еще такое неинфинитизимальное свойство полноты, говорящие следующее. Если мы возьмем произвольную внутреннюю точку и рассмотрим метрику именно в этой точке, то шар радиуса 1 вокруг этой точки будет лежать внутри конуса. Это так называемый эллипсоид Дикина, и это дает нам такой макроскопический результат, если мы находимся в какой-то точке, как далеко мы можем отступить, не вылетев из конуса. Ну а так как конус является однородным, то есть инвариантным по отношению к растяжениям, то этот эллипсоид Дикина точно так же можно растянуть разными гомотетиями, и все получающиеся эллипсоиды тоже должны находиться в конусе. Если мы возьмем их объединение, то мы получим некоторый эллипсоидальный конус, ну можем его тоже назвать конусом Дикина, который будет внутренней аппроксимацией исходного конуса. Это у нас свойство верма. Для любой внутренней точки, то есть для любой внутренней точки можно построить такую эллипсоидальную внутреннюю аппроксимацию. Ну и, соответственно, если мы перейдем к двойственным объектам, то двойственный этого конуса Дикина это тоже будет эллипсоидальный конус, он будет внешней аппроксимацией. Так, можно посчитать более подробно, как этот конус определяется. Эллипсоидальный конус, он определяется квадратичной формой, у которой сигнатура одно положительное собственное значение, остальные все отрицательные. И чтобы посчитать, что у нас тут получается, можно просто рассмотреть луч Т на Х, и во внутренности конуса этот луч, он должен два раза пересечь границу эллипсоида, а на краю он пересекает ее один раз, причем этот луч касателен к эллипсоиду. Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы понять, где лежит граница конуса, надо просто взять те точки, в которых вот этот поленом, который определяет квадратичную форму, имеет двойной корень. Но если это все посчитать, то в качестве вот этой квадратичной формы, которая задает этот конус Дикона, получается вот такое выражение. Если на него посмотреть, это некоторая матрица ранга 1, неотрицательно определенная, минус положительно определенную матрицу с какими-то еще коэффициентами. вот, но что нам будет важно, что это равно гесиану в точке W, у нас HW это вот этот гесиан, плюс какая-то одноранговая коррекция. Вот это существенно будет использоваться. Ну и соответственно можно посчитать допустимый конус, то есть внешнюю аппроксимацию, для этого надо обратить вот эту матрицу, это можно сделать с помощью формулы Шервуда, и тогда получится вот такое выражение. Тоже матрица ранга 1 минус обратный гесиан. Так, ну, на примере Артанта это можно все посчитать более конкретно. Если мы имеем внутреннюю точку Х, то барьер это просто минус сумма логарифмов элементов, и соответственно гесиан будет диагональной матрицей, у которой на диагональных элементах стоят элементы Х в степени минус 2. Ну, если это все подставить, то получится вот такая форма Ку. То есть диагональная матрица плюс одноранговая коррекция. Соответственно двойственный конус это тоже имеет такой вид. Следует еще заметить, что тут опустил, тут в общем если мы коническую оболочку этого эллипсоида определяем, то тут мы должны умножать его только на неотрицательные константы, а форма Ку она задает два конуса К и минус К. Поэтому если мы задаем конус через форму Ку, то надо из этих двух конусов выделить один. И для этого нам нужно еще одно линейное неравенство. Кроме вот этого квадратичного на Х нужно еще одно линейное, но оно никогда не активно кроме в точке ноль, оно служит только выделению одного из этих двух конусов. То есть в некотором смысле им можно пренебречь. Теперь мы переходим к методам внутренней точки для решения конических задач. Напомним формулировку, мы минимизируем линейный функционал при линейных ограничениях и еще коническом ограничении. Ну понятно, что именно коническое ограничение оно тут сложное, поэтому мы его устраняем именно добавлением вот этого барьера к функционалу цены. То есть мы минимизируем сейчас уже безусловно, ну конечно с линейными условиями, но по сути это безусловно. То есть на афинном подпространстве безусловно минимизируем линейный функционал плюс некоторый штраф, который стремится к бесконечности на границе конуса, так он умножается на некоторых факторов, которые мы будем стремить к нулю. И методы внутренней точки, они все работают по одинаковой схеме, они решают безусловную задачу методом второго порядка, где не обязательно градиенты Гессиан вычисляются в одной и той же точке, они могут и в разных точках вычисляться в зависимости от метода, и одновременно стремят вот этот коэффициент к нулю, то есть нам не обязательно нужно иметь точное решение вот этой вспомогательной задачи, нам достаточно иметь приближенное и стремить вот этот мюк к нулю. И чтобы это хорошо работало, нам надо держаться подальше от границ конуса, где барьер и собственно его производные стремятся к бесконечности. Ну а так как барьер стремится к плюс бесконечности именно на границе, нам надо держаться там, где он маленький, в центральных областях конуса. Поэтому лучше всего держаться возле минимума этих вспомогательных задач. Ну и чтобы как-то их обозвать, эти минимумы, мы как бы соберем минимумы в кривую, которая параметризуется этим мюк и назовем эту кривую центральным путем. То есть центральный путь, он состоит из этих минимумов и он лежит в центральных областях конуса. при мю стремящемся к нулю, он стремится к решению задачи. Если посмотреть на условия оптимальности, ну надо иметь в виду, что это еще при условии АХ равно Б, то условия оптимальности выглядят так. Градиент вот этой штуки равен нулю, и из этого получаем, что вот это выражение должно, можно назвать его S, оно должно лежать в двойственном афинном подпространстве и оно и одновременно является решением вспомогательной задачи для двойственной конической задачи и эти выражения они образуют двойственные центральные пути. И на центральном пути на самом деле вот эта скобка между прямой и двойственной переменной она равна μ на параметр барьера. Вот это константа и поэтому при μ стремящемся к нулю вот это выражение оно тоже стремится к нулю и мы приближаем как раз условие дополняющие нежу. Еще нам будет важно понятие точки шкалировки и оно происходит следующим образом. Мы имеем линейные условия в прямой и двойственной задаче и мы хотим выполнить вот это нелинейное условие. Как мы его можем выполнить? Мы для этого его линеаризовываем. Мы записываем мы имеем какую-то точку xs и хотим ее подкорректировать некоторыми delta x delta s. Записываем вот тут s плюс delta s вот в аргументе x плюс delta x получаем вот такое уравнение и линеаризуем его, где h это какая-то аппроксимация гессиана. И здесь нам теория говорит, что не надо брать гессиан в точке x, а надо его брать в некоторой другой точке, которая явно считается исходя из xs и которая называется точкой шкалировки. Что нам важно в этот момент, что на самом центральном пути это просто пропорционально x. Ну и что в итоге у нас получается? Если собрать все эти линейные уравнения вместе, то получится система на наши инновации и решая эту систему, убирая из нее delta x delta s посредством этих единичных матриц, мы получаем уже уменьшенную систему на оставшуюся переменную delta y. Вот эта правая часть она нам не очень важна. Важно то, что матрица системы положительно определенная и она задается вот этим произведением. Это A матрица системы на обратный гисиан в точке шкалировки на Аt. И система решается в факторизации по Халецкому. Если мы сделали шаг или мы вычисляем этот шаг ньютона, то мы факторизуем эту матрицу и можем полагать, что мы этим фактором обладаем. То есть мы его можем использовать для каких-то других манипуляций. Теперь перейдем к основной процедуре в гибридном методе это решение некоторой вспомогательной задачи. И выглядит она следующим образом. Это тоже коническая задача, где в качестве конуса выступает эллипсоидальный конус. Тут надо заметить, что из класса конических задач самые простые это не линейные программы, а это задачи, в которых в качестве конуса выступает эллипсоидальный. Это фактически квадратичная задача, и ее решение можно получить аналитически. И вот это мы сейчас сделаем. То есть допустим, что у нас некоторая квадратичная форма есть правильной сигнатуры, и есть некоторая точка W, на которой эта форма положительна. Вот эта точка W, она будет служить одновременно центром конуса и таким условием, которое выделяет один из двух конусов, которые определяются этой формой. А именно мы следующее сделаем. Мы определим конус как множество векторов, на которых форма положительная и которые имеют неотрицательное скалярное произведение вот в этой форме с этим фиксированным W. Ну и в том числе если мы подставим X равно W, то мы получим, так как мы предположили, что форма положительна на этом W, мы получим, что W находится внутри этого конуса. Вот. И мы хотим решить над этим конусом вот такую стандартную коническую программу. Как это сделать? Это можно сделать классически, просто выписав функцию Лагранжа. Для этого надо иметь в виду, что вот это линейное ограничение по X, оно служит только, чтобы выделить один из конусов, то есть K отделить от минус K, поэтому оно не важно для составления функции Лагранжа важно только вот это скалярное условие. Ну и собственно эту функцию Лагранжа можно составить. Y это множитель Лагранжа линейных ограничений, а лямбда это скалярное множитель Лагранжа именно вот этого квадратичного условия. Отсюда получаем условие первого порядка. и сразу видно, что вот это произведение 2 лямбда на QX его удобно обозвать S и оно будет как раз решением двойственной к этой конической задаче. То есть оно будет удовлетворять условие S плюс A Y равно C это как раз условие, что S элемент AD пространство AD. В итоге получаем линейное условие на S и Y здесь. Получаем линейное условие на S и X и получаем наше условие A X равно B линейное условие на X и можем из этих всех условий составить линейную систему. И тут мы видим, что эта система очень похожа на ту систему, которая использовалась в методе внутренней точки для вычисления направления. Только вместо Гессиана у нас сейчас стоит вот это произведение минус 2 лямда на Q. Если посмотреть внимательно на 2 лямда это просто положительный скаляр, а минус Q оно имеет сигнатуру минус и плюс плюс плюс. То есть оно отличается от положительной определенной матрицы на коррекцию ранга 1. И собственно это мы тоже используем, чтобы решить вот эту систему экономным способом. Решение можно выписать, то есть вот это можно разрешить, получится надо обратить вот эту матрицу вот в это обратное и наш Y выражается как обратная матрица на правая часть. Получается ну и соответственно если мы вычислили Y мы можем использовать остальные линейные условия чтобы вычислить X и S тут бы я еще опустил что у нас неизвестен вот этот скаляр лямда но мы его как раз получим из активности вот этого ограничения то есть надо подставить просто X в условии X TQ X равно нулю и после некоторых манипуляций получаем аналитическое аналитическое выражение для этой лямды и так как лямда должна быть положительна мы перед корнем имеем плюс и соответственно выражение под корнем оно тоже должно быть положительным это некоторое условие на на данные задачи ABC и Q соответственно если у нас выражение под корнем отрицательное то ясно что никакого лямда не существует поэтому наша задача либо недопустимая либо неограниченная вот но даже если лямда положительная мы можем получить может оказаться что решение лежит не в правильном конусе то есть так как мы при выводе вот всех этих формул вот это линейное ограничение не учитывали может оказаться что наше решение как раз удовлетворяет неправильному ограничению что вот это скалярное произведение будет отрицательным и в этом случае тоже коническая задача не будет иметь решение она будет либо недопустимой либо неограниченной вот и чтобы понять какой тут случай имеет место надо посмотреть на сигнатуру вот матриц которые тут появляются и на знаки вот этих знаменателей и числителей это можно разобрать до конца у нас допустимое множество это пересечение вот этого конуса К с афинным подпространством АП вот афинное подпространство оно тут голубое и как бы вот эти два объекта они могут быть расположены не считая всяких выраженных случаев только шестью образами вот может оказаться что задача недопустима это либо если АП вообще не пересекает ни К ни минус К либо если оно пересекает только минус К может оказаться что задача не ограничена это если АП пересекает и К и минус К И при этом функционал выглядит так, что мы имеем рецессивное направление. То есть либо мы имеем вот такую ситуацию, где рецессивное направление в конусе К, и мы тут имеем вот такой ложный минимум, либо мы вообще не имеем никаких ни минимумов, ни максимумов. А функционал, он просто неограниченный в обе стороны на допустимом множестве. Это вот этот случай. Ну и, соответственно, случай, где есть решение, он тоже разбивается на два подслучия. Либо у нас АП пересекает и К, и минус К, либо оно пересекает только К. В этом случае мы имеем ложный максимум, в этом случае мы имеем настоящий максимум. И все эти шесть случаев, они разбираются, какое из них имеет место. Это можно получить из комбинации этих знаков и сигнатур. Если вот эта матрица отрицательная и вот этот скаляр отрицательный, то имеем вот этот случай. Если, наоборот, вот эта форма в числителе отрицательно определена и знаменательный, неположительный, то мы имеем вот этот случай, ну и, соответственно, другие комбинации дают другие эти четыре случая. И это все можно детектировать, изучив вот эти две формы и их значения на С и Б. То есть вся эта задача решается одним махом аналитически. И самое сложное, что в этом решении как бы надо сделать, это решить линейную систему вот с этой матрицей. Ну и заодно получаем еще решение двойственной задачи, которая тоже потом будет использована. Так, ну теперь перейдем к самому методу, как он работает. Для начала надо разобрать условия комплементарности в случае, когда в конической задаче присутствует линейная неравенство. В этом случае у нас этот конус K имеет скалярные факторы, именно L факторов R+. И, соответственно, получается N, L скалярных маленьких условий, дополняющие нежесткости, которые разваливаются снова на такую альтернативу. Либо XI равно 0, либо SI равно 0. И гибридный метод, который мы предлагаем, он как раз пытается установить по ходу работы, какое из этих условий верно. И как он это делает, это, по сути, самый важный слайд из всего доклада, как мы можем это определить по ходу работы метода. Допустим, мы хотим установить, что некоторая переменная SI равна 0. Она должна быть равна 0, если соответствующая двойственная переменная, ну или в этом случае прямая переменная XI положительна. Ну и чтобы доказать, что она положительна, надо свести условие XI равно 0 к некоторому противоречию. И это мы будем делать, сравнивая некоторую верхнюю оценку на оптимальное значение с некоторым нижним. Вот если у нас верхняя окажется меньше, чем нижняя, то мы пришли к противоречию. И как мы определяем верхнее и нижнее значения? Вот в этом случае верхняя оценка – это просто оценка на оптимальное значение задачи. Его можно получить разными способами. Либо мы уже нашли какую-то допустимую точку, и тогда, так как у нас задача на минимум, то значение функционала в этой точке – это будет верхняя оценка оптимального значения. Либо мы можем построить некоторую внутреннюю аппроксимацию нашего конуса. Вместо конической задачи решить такую вспомогательную с эллипсоидальным конусом. Ну и так как мы сделали внутреннюю аппроксимацию, у нас значение подрастет, поэтому оптимальное значение вот этой вспомогательной задачи будет верхней оценкой. Оба способа работы. Если мы работаем с допустимым методом внутренней точки, то лучше, конечно, первый способ, он более простой, применять. А если мы работаем с недопустимым, то мы просто не имеем допустимых точек, тогда мы можем использовать второй способ. А как получать нижнюю оценку? Для этого мы добавляем вот это условие х и равно нулю в задачу и упрощаем задачу тоже до вспомогательной, эллипсоидальным конусом. Но так как мы хотим нижнюю оценку получить, мы теперь должны этот конус расширить. И вместо конуса К используем некоторую внешнюю аппроксимацию этого конуса. Вот эта задача решается аналитически, как мы видели, и дает некоторое значение В и нижнее, которое является нижней оценкой для вот этой задачи. То есть исходная задача и с дополнительным условием х и равно нулю. И если теперь окажется, что вот эта нижняя оценка больше, чем верхняя оценка, то ясно, что вот это условие, оно не может иметь место в оптимуме исходной задачи. То есть х и должно быть положительным, и поэтому с и должно быть нулем. Если мы вот это установили, то у нас есть гарантия, что с и действительно равно нулю. Ну и точно так же наоборот, чтобы доказать, что прямая переменная равна нулю, надо свести условие с и равно нулю к противоречию. И это делается точно так же, только верхние оценки заменяются на нижние, и соответственно внутренние аппроксимации, точнее внешние аппроксимации заменяются на внутренние. Точно так же это происходит, и если у нас знак тут неправильный между верхней и нижней оценкой, значит мы пришли к противоречию, доказали, что соответственно переменная х и равна нулю. Теперь как выбирать эти аппроксимации? Мы хотим выбрать их так, чтобы затраты на решение вспомогательной задачи были малыми по сравнению с затратами на саму итерацию. То есть, чтобы у нас не было больших дополнительных затрат на решение этих вспомогательных задач. И для этого нам надо сделать так, что матрица системы вспомогательной задачи, вот эта, она была похожа на матрицу системы в уравнении на направление шага. Вот эту. И они имеют разные сигнатуры, но тем не менее мы можем добиться того, чтобы они разнились на матрицу ранга 1. А с этим мы как бы справляемся. Если мы имеем факторизацию некоторой матрицы, то мы с помощью формулы Шермана можем получить факторизацию этой матрицы плюс поправки ранга 1. Ну и чтобы этого добиться, надо просто в качестве вот этого центрального вектора W взять эту точку шкалировки. Либо ее, чтобы получить внутреннюю аппроксимацию, либо ее обратную, это по определению минус градиент в этой точке, чтобы получить внешнюю аппроксимацию. Ну и, собственно, если это расписать, то получается, что вот эти две, вот эти два, вот этот гесян и квадратичная форма отличаются на матрицу ранга 1, поэтому произведение А на обратное от этого гесяна на АТ отличается на матрицу ранга 1 от АQ в минус первой АТ. Вот, ну и еще надо иметь в виду, что у нас в этих вспомогательных задачах есть дополнительные условия, но это нам тоже дает коррекцию ранга 1, то есть, по сути, у нас для вспомогательной задачи две коррекции ранга 1. Это все еще малые затраты по сравнению с решением полной системы. Вот, теперь у нас еще встает следующий вопрос. Допустим, что мы нашли, что какая-то переменная равна нулю. Вот как это использовать для того, чтобы понизить размерность задачи? И тут нам понадобится двойственное решение. Вот, допустим, что мы решили, нашли решение вот этой вспомогательной задачи и получили одновременно решение двойственной задачи. А двойственная задача, она выглядит немножко по-другому, чем двойственная коническая, потому что у нас вот тут еще условие есть дополнительное. Оно как бы тоже множится на какой-то множитель Лагранжа. И поэтому у нас двойственная переменная, она будет равна вектору из двойственного конуса, аппроксимации внутренней двойственного конуса, плюс еще вот такой член. То есть, по сути, наш двойственный вектор, он будет выполнять все условия двойственной задачи, кроме вот элемента S, который портится вот этим членом. То есть, вот этот элемент SI, он не будет неотрицательным. И можно даже утверждать, что он будет отрицательным, если у нас неправильный знак получился. Да? А что ты улыбаешься? Если у нас тут неправильный знак получился. В Москве. И это условие можно использовать для того, чтобы понизить размерность задачи. Вот, допустим, что мы установили, что некоторая двойственная переменная равна нулю. это означает, что у нас соответствующая прямая переменная XI, она автоматически в решении получится положительной, даже если мы не будем требовать ее неотрицательности. Ну, потому что просто ограничение будет неактивным. Поэтому эту переменную можно убрать. Ее можно убрать из системы, использовав какое-то условие равенства. И, соответственно, из нашей матрицы А убрать строку и столбец. Остальные элементы X мы не трогаем. А вот с вектором S, в котором мы должны положить вот эту SI равную нулю, с ним у нас получается заминка. Если мы просто возьмем и этот элемент SI положим равным нулю, то мы разом все испортим. То есть мы испортим и принадлежность к пространству AD, и мы испортим значение функционала. То есть оно может ухудшиться. Поэтому вместо того, чтобы просто класть эту SI равным нулю, нам надо это сделать более умно и текущее значение S комбинировать с этим двойственным значением, которое имеет отрицательную компоненту SI. И поэтому из-за этой отрицательности мы можем добиться того, что есть выпуклая комбинация старого S и вот этого двойственного решения такая, что SI будет равное нулю. Ну и аналогично в прямом случае. И можно показать, что проделав вот такую манипуляцию, то есть комбинировав S с решением двойственной задачи, мы все улучшим. Мы улучшим и зазор по линейным ограничениям, и мы улучшим наше значение функционала. То есть мы и размерность задачи понижаем, и зазоры улучшаем. Ну и, соответственно, в ходе работы алгоритма, чем больше мы убираем вот таких пар переменных, тем лучше ситуация становится. То есть у нас и размерность понижается, и зазоры уменьшаются, и более того, аппроксимация вот этими внутренними и внешними эллипсоидальными конусами, она тоже лучше становится, поскольку размерность понижается. И в итоге у нас метод ускоряется. Он к концу ускоряется, и если у нас только линейное неравенство присутствует, то есть нету как бы нетривиального фактора, не артанта, то в случае общего положения мы просто в конце концов разрешим все вот эти скалярные условия и приходим к решению, которое выдал бы SimplexMet. А в случае общей задачи мы решим как бы все, мы уберем все переменные, которые соответствуют этим линейным неравенствам и останемся только с конусами, которые не расщепляются на скалярные факторы. Вот. Ну, это, собственно, и и все. Так что, если есть вопросы, прошу, задавайте. Коллеги, пожалуйста, если вопросы, Андрей. Да, спасибо. Я заранее прошу прощения, я совершенно не из этой области, поэтому у меня потребительское отношение к солверам и вопросы будут циничные. Первый вопрос такой. Есть коммерческие солверы, которые продают за деньги. Гороби, Сиплекс. Насколько я знаю, авторы не очень объясняют, как они работают. И понимают ли люди, специалисты, что там на самом деле происходит, может быть, каким-то косвенным признаком. И вторая часть вопроса, как вот то, что вы предлагаете с этими коммерческими солверами соотносится. это лучше, это хуже, это несравнимо, как это часто бывает. В каком случае нужно применять этот новый метод, а когда надо пользоваться имеющимся Гороби? По Гороби, в частности, они утверждают, что используют двойственный симплекс. То есть, это у них прописано. Они используют двойственный симплекс по одной простой причине. В целочисленных задачах, которые они решают, существует теплый старт. И для того, чтобы это использовать, надо использовать двойственный симплекс. То есть, тут причина достаточно простая. Тут ничего не надо убирать, поскольку все равно эти условия меняются от узла к узлу. Вот. Когда следует использовать этот метод, когда нет, ну, это мы еще не знаем, поскольку он еще не воплощен как бы в жизнь. И это еще предстоит как бы студенткам выяснить, насколько он хорош и его настрой. Собственно, потому что, ну, я сделал прототип, он так худо-бедно работает, но он все-таки иногда сбивается. и надо понять, там, ну, это как у симплекс-метода, наверное, какая-то численная неустойчивость, либо я там накосячил где-то. То есть, еще рано говорить, насколько он лучше будет. Вот, но так, если посмотреть по тому, что, по инстанциям, которые он решает, он, сначала он работает как обычный метод внутренней точки, и в какой-то момент он начинает разрешать вот эти условия, и тогда он очень быстро ускоряется. То есть, он, скажем, какую-то итерацию сделал, убрал 5 переменных, на следующей итерации он убрал 10, на следующей 50, а на следующей 500, и на следующей он вообще решил задачу. Вот так это наблюдается пока что. И, значит, я задам еще один вопрос и уступлю место специалистам. Вот, про уменьшение размерности и ускорения. Я как-то своими глазами видел, как соловер начинает работать медленно, если в линейную программу добавить некоторые линейные условия. У задачи были симметрии. Среди всех прочих оптимальных решений мы заранее знаем, что есть симметричные, но если руками вписать вот эти симметричные ограничения, метод внутренней точки почему-то начинает работать медленно. У меня нет никакого объяснения, хотя законам природы это не противоречит. Ну, почему же? Если добавить ограничения, тогда размерность уже растет? Почему? Количество переменных сохраняется? Нет, 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 конус растет. А, конус растет, потому что любое дополнительное неравенство добавляет фактор R+. вам же надо добавить невязку, то есть неравенство превращается в равенство добавлением невязки, а это невязка дополнительная переменная. да, понял, понял, да. То есть это стандартная вещь. Бывает, что добавление неравенств улучшает работу, но это просто потому, что численная устойчивость увеличивается, но так априори, конечно, задача будет более сложной. Да, хорошо, мой второй вопрос снимается, спасибо. коллеги, пожалуйста вопросы есть ну вот есть вопрос в чате Сергея Анатольевич Пирогову, что значит не все пары x не знаю, считается надо проверять. Я понял. Стоимость вспомогательной задачи она где-то n в минус первой от стоимости шага. То есть если мы проверим все пары x и s их n в линейной задаче, в линейной программе, то мы уже по суммарной стоимости сравнимся со стоимостью шага. Вот поэтому чтобы все-таки стоимость вспомогательной задачи была там epsilon от стоимости шага нельзя не надо проверять все, а мы проверяем только те у которых есть уже очень сильное подозрение на то какая из переменных 0. Вот то есть проверка x и равна 0, она же отличается от проверки s и равна 0. Вот поэтому следует проверять только те, где уже мы видим, ну скажем, в ходе итерации мы видим, что x и становится все меньше, а s и стремится к чему-то положительному. Тогда можно заключить, а может быть x и здесь просто равно нулю, а s и положительное. Тогда мы можем эту проверку сделать. А если они оба фактора положительные и пока не стремятся к нулю, ни один из них, то и проверку не надо делать, она просто ничего не даст. То есть проверяем только те, где сделаем какой-то порог, скажем, если там s и в ходе итерации уменьшилось там на фактор 2, я не знаю, тогда будем проверять, а если нет, тогда не будем. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет других вопросов, можно я задам еще один дилетантский вопрос? про недостаток метода внутренней точки, про то, что он находит аппроксимацию вместо точного решения. Если у нас в исходной системе коэффициенты целые, то мы заранее знаем, что ответ должен получаться какой-то рациональный. Нет, 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 это в линейной программе. А речь идет о выпуклом, все понял. коллеги, есть ли еще вопросы? Похоже, вопросов больше нет. Роман, большое спасибо за выступление. Очень интересно было. Коллеги, на этом мы делаем перерыв. Не знаю, когда будет следующий доклад. Пока у нас в расписании в ближайшее время докладов нет. Давайте еще раз поблагодарим докладчика и до следующего раза. Спасибо, Роунд. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Андрей, можно еще вопрос? Вы МГУ не кончали случайно? Да, 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 но с прошлого века мы не встречались, насколько я понимаю. Вот я понял, да. Ну, напишите мне, я бы, ну, адрес мой известен, да, так что я думаю, что мы находимся в одной стране, но на противоположных концах. А, я сейчас еще не нахожусь в России. Нет, так я в Монпельесе в данном именно. А, понятно, ну, тем более, напиши. Хорошо. Рад бы увидеть. Редактор субтитров Корректор А.